здравствуйте сегодня хотел поговорить о такой вещи как работа кармы на тонком плане это как на тонком плане в реализовывается то что люди наказывают сами себя как-то выглядит на тонком плане однажды я видел такой инцидент что шли два человека они шли примерно параллельными путями расстояние между этих путей было примерно 40 50 метров вот только один человек у нее было много белой кармы и он был отчасти просветленный вот и черной кармы не вообще весьма мало было она была подавлена и слабо а у другого человека наоборот черная карма была сильна и вовсе не слабо и он был агрессивный эгоист и получал извращенное удовольствие от того что мучил людей там разными способами пытал там людей образно говоря ставить сложные ситуации специально получаю удовольствие от того что поставил сложную ситуацию кого-то мучительную вот и в результате этого у второго человека была очень дурная карма вот и там также они шли так идут параллельно друг другу и из местности по которой они идут там из из под груда камней которых там лежал просто небольшая такая несколько камней штук 10 лежал примерно составляя невысокую кучку из этой кучки камней вылезает змея она сначала на 1 поползла которую мало плохой кармы который светлый вот и хотела его укусить подползла незаметно как хотела броситься на него и бросилась и ударилась об невидимый барьер и отскочила но голова и как почти как мячик который с не очень большой силой и брошенный такой с не очень большой скоростью отскочил от удара а невидимый барьер который окружал этого человека но и тут змея это поняла что на этого она напасть не может вот от злобы начала на отвозла от него и зачем-то круги начала нарезать и чё-то не помню чё она их нарезает то потом увидела она второго который шел на расстоянии 45 метров грубо говоря параллельным путем и у которого второго человека у которого с кармы все было значительно хуже у него было много черной кармы он там потому что но я описывал уже любил помучать людей и получать от этого извращенное удовольствие и она к нему подползла и вцепилась ему ну подползла так незаметно что он не заметил и вцепилась ему в ногу так прям прочно хватанулу как плоскогубцы и он там начал ее отрывать и орал от страха или ужаса потом и отодрал через не на секунд пять наверное быстро отодрать не удалось больно хорошо она вцепилась и ну и понятно что это вызовет его жизнь определенные неприятности потому что события на тонком плане реализуются через некоторое время иногда даже через очень маленькое время там даже несколько минут иной раз может быть на физическом плане ну и человек там или заболеет или может быть попадет в автомобильную катастрофу или еще куда-то попадет вот рассмотрим более детально этот инцидент дело то что человек который первый который был праведный его из-за того что им был был доволен ангел-хранитель хотя таких по моим подсчетам где-то 22 процента примерно ну среди тех людей которые ко мне обращались которым явно и полноразмерно довольна ангел-хранитель и где-то 22 может 25 процентов не так уж и мало я ждал худшего показатель вот и он был один из них из-за того что он жил праведно и но не сторонился грехов сторонился поступать неправильно всегда сопоставлял свои действия заповедями божьими вот так же они были у него внутри и поэтому даже если он забудет умственно сопоставить свои действия заповедями божьими у него они на подсознательном уровне срабатывают поэтому он в плохое дело не может встревать если он замечает что она хоть дурной там нужно кого-то там мучить или обворовывать кого-то или там избить или обмануть вот в результате этого им доволен ангел-хранитель из-за того что он правильно живет и ангел-хранитель собственно и защитил его ну на полную свою мощь и поэтому змея которые реализовывали нижние миры она долбанулась головой об невидимую стену и как мяч у неё голова в сторону отвалилась отскочила обуслов отскочила более подходящие вот она поняла что туда ломиться бесполезно потому что там слишком прочная защита от нее только голову расшибать и поэтому не стала на голову расшибать ну и по поэтому попала на 2 вот что касается 2 то там дело обстояло в том что он замучил уже своего ангела-хранителя своей неправедностью он ему там показывал что ангел-хранитель что здесь но приводил его к определенным мыслям и даже ему сознание транслировал правильные мысли вот но и поскольку человека есть свобода воли она может реализовываться и в темную демоническую сторону так и в светлую вот этого она установлена демоническую сторону и реализовывалась в результате чего он собственно но с дуру продолжал дальше деградировать и становиться все более уродливым персонажем там создавал сложности другим людям мучил их причем даже в некоторых случаях без какой-либо ну выгоды или барыша с этого просто ради того чтобы кого-то поиздеваться ну вот этим и многими другими идиотскими проделками греховными он замучился и достался у ангела-хранителя ангел-хранитель его но решил не не защищать его по большей части решил его незначительно незначительно защищать или не защищать вообще и стал его незначительно защищать или не защищать вообще в результате чего ангел-хранитель его и не защитил и не выставил ну невидимую стену между атакующей змеей которая к нему позже поползла и вцепилась в него и им ну и в результате того что ангел-хранитель не выяснил защитную стену между атакующей змеей которая незаметно для него к нему подкралась и им в результате этого змея успешно ему в ногу вцепилась как как полоскогубцы в тетрадь можно сказать так в какой-то степени похоже и здесь мы видим что человек просто своими действиями наказывал сам себя потому что он совершал ужасные мерзкие проделки обворовывал людей там мучил людей издевался над людьми даже ну и всяческие прочие нарушение заповеди делал вот и в результате этого он просто сам наказал сам себя потому что жизнь относительно долгую но большинства людей и рано или поздно с теми или иными атакующими элементами из нижних миров ну человек обязательно встретиться так устроена жизнь только другое дело что тот человек который светлый он и он будет защищен потому что ангел хранителем довольно темный защищен соответственно не будет и сам себя на каждый тем сам вот существует еще такие вещи как демон-хранитель он с которым можно договориться он будет охранять человека вот но в результате этого поскольку его сила любых демонов она ограничена хотя может быть очень большой и огромный охранять от давления черной кармы который набирает человек становится которой все больше и больше демон какой бы он ни был сильно и сможет лишь ограниченное количество времени хотя это количество времени может быть очень большим много лет может быть даже вот и потом в конце просто человек которого если он по глупости договорился с демоном-охранителем чтобы кто-то его охранял от проделок его собственной кармы и при этом делал всякие ужасные вещи там обворовал кого-то убивал или просто ради удовольствие корал чтобы получить извращенное удовольствие от боли другого вот потом вся эта карма все равно свалится на него только человек у которого не было демона-хранителя на него его черная карма быстрее свалится но из другой стороны из-за того что ее будет меньше накоплено она и ударить слабее вот поэтому как ни крути всегда нужно поступать так как бы понравилось создателю людей богов ну и соответственно ангелу-хранителю потому что он светлый это же понравится создателю понравится ему потому что они оба светлые только создатель абсолютно совершенен ангел-хранитель в значительной степени но не абсолютно и поэтому соблюдайте заповеди божьи чтобы не карать самим себя что порадовать прекрасных светлых существ